Петиция против повышения пенсионного возраста, зарегистрированная на сайте Change.org Конфедерации труда России, набрала рекордные 2 миллиона 350 тысяч подписей, и это число продолжает расти. Люди не стесняются в выражениях, описывая свое негодование в комментариях к петиции. Я готова работать до смерти, смущает другое. Если я не доживаю до пенсии, то мои деньги просто исчезают. Я не могу их передать по наследству или подарить угодному мне лицу. Вопрос, зачем я тогда плачу пенсионные отчисления? Гуманитарная помощь Донбассу, Сирии, это мы можем. А Сирии Путин собрался помочь поднять сельское хозяйство. Своё развалили, а Сирии поможем. Ну а нашим пенсионерам посыл в прямом и в переносном смысле. Денег нет, но вы держитесь. Мне 54 года, в следующем году я должна была выйти на пенсию. Но в нашем классе в школе училось 30 человек, из них уже 11 умерло. О каких 72 годах идет речь, не понимаю. И самым распространенным комментарием стало короткое «я не доживу». Авторы петиции из Конфедерации труда России не уверены, что успеха в сборе подписей онлайн будет достаточно для того, чтобы повлиять на решение правительства. Сейчас уже это самая популярная петиция на Change.org за всю историю существования портала и за всю историю вообще практики подачи онлайновых петиций в Российской Федерации. Но свою роль она сыграла. Сейчас время выводить кампанию в оффлайновый режим. Следующим шагом должны стать всероссийские акции протеста, считают авторы петиции. А главным сигналом власти должна стать акция в Москве. В Конфедерации труда считают, что критически важным в этой кампании становится акция, которую мы намерены провести в Москве. В момент, когда игры чемпионата мира закончатся 15 июля. И перед первым чтением законопроекта в Государственной Думе, которая надмечена на 19 июля. Члены конфедерации полагают, что добиться от властей разрешения на проведение акции до окончания чемпионата мира по футболу, а значит и времени действия особого порядка согласования массовых мероприятий, шансов практически нет. И действительно, власти Москвы уже отказали в проведении нескольких акций. Координатору Левого фронта Сергея Удальцова не разрешили провести митинг 4 июля. Однако он намерен продолжать добиваться согласования. Сторонники Алексея Навального подали заявки на проведение акций против повышения пенсионного возраста в 20 городах, не принимающих у себя матчи чемпионата мира. В городах-участниках чемпионата они будут действовать по обстоятельствам. Кто-то будет еще 1 июля, как все остальные, проводить. Будем проводить вместе с ними. Профсоюзы вроде хотят 18 июля. С моей точки зрения, не стоит так тянуть, но, в общем-то, нужно здесь трезво подходить. Мы проведем еще неоднократно. В июле, в середине июля, в сентябре. На данный момент акции штабов Навального согласовали власти Ставрополя, Липецка, Белгорода, Краснодара, Хабаровска и Мурманска. В Новосибирске, Ярославле и Новокузнецке сторонникам Навального было отказано. Протест против повышения пенсионного возраста консолидировал самые разные политические и общественные движения России, которые не намерены оставлять свои попытки не допустить принятия закона. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.